Привет всем, с вами Спектр, и я тут недавно поразмыслил над тем, что я еще не делал в GTA 5 на сейве, на котором 100% пройдена игра. И я вспомнил то, что я не собрал трактаты культа Эпсилон, которых всего 10 штук, но как-то я начал это делать. Ну, не знаю, пока что за них браться я еще подумаю, стоит или нет. Я вспомнил, что не делал одну очень важную вещь, а именно я не собирал лафафоры. И те, кто не знает, поясню, хотя все прекрасно знают лафафоры или пьет плэнтс, если я не ошибаюсь, их 27 штук в игре. Небольшие растения, находящиеся в самых ужасных локациях в GTA 5, представляют из себя, как я говорил, растения, съедая которые, или там персонаж занюхивает аромат, что ли, этого, пьет плэнта. Ну, так вот, в любом случае, допустим, скажу, съедая. Съедая такую лафафору, персонаж впадает в транс и пристает нам в виде какого-нибудь животного. 27 лафафор, 27 животных, получается, в игре. Ну что, прямо сейчас я соберу для вас несколько лафафор. Сразу говорю, я не знаю, сколько лафафор я буду собирать за одну часть. Возможно, 3 штуки, допустим, да, 3 штуки. Я думаю, это будет достаточно. То есть, 9 частей по лафафорам вы точно увидите. И самое главное, у меня бывают дни, когда я не выкладываю видеоролики, да, это обуславливается тем, что нет, это не моя лень, а просто у меня, к сожалению, дома нет возможности это сделать немножко. Ой, Франклин, извини. Так вот, и, соответственно, иногда могут выходить лафафоры без комментариев. Я, конечно, возможно, что-нибудь для вас в аннотации напишу, но в любом случае, если комментариев не будет, то всегда можете включить аннотации, прочитать, что я хотел для вас сказать в том или ином видеоролике. Итак, сбор лафафор прямо со мной, прямо в Лос-Антосе, прямо в GTA 5. Ну что, поехали, да? Поехали. Итак, первая лафафора находится она вот в этой вот области. Значит, в море она находится. Самое интересное, что я уже заранее сказал, то, что сбор лафафора это одна из самых ужасных вещей в GTA 5. И я не думал, что все настолько плохо, так что мне сейчас придется поискать эту хрень, извините меня. Поэтому, Франклин, давай вниз. Оп. Я хрен его знает, где ее сейчас искать, поэтому я не знаю даже, как я ее найти смогу. Но сейчас что-нибудь придумаем. Так. В любом случае, там надо было отплыть немного. Вот сюда вот. Тут даже ориентиров никаких нет, вы понимаете? Никаких ориентиров нет. То есть, я сейчас тупо все наугад делаю. Здесь должны быть камни. Вот такие, да. Слева. Походу мне туда. Кстати, по-моему, у Франклина самый прокаченный объем легких, если я не ошибаюсь, из всех персонажей. А, или у Майкла, кстати. У Майкла, у Майкла. Ну ладно, я уже Франклина взял. Я хер его знает, где она находится, ребята. Поэтому. Еще, кстати, время я подходящее выбрал. Сейчас по игровому 23. Почти 0-0. Окей, я опущусь сейчас еще один раз под воду. Я просто хрен его знает, где она может быть. Но вот эти вот камни я помню. Что, типа, в видео они тоже были. А вот сейчас куда? Хер его знает. Может, их вообще даже прямо сейчас видно, и... Я тупо ничего не понимаю. Так, Франклин, ты это, выныривать там не хочешь? Короче, сейчас я еще раз попробую смотреть видео. Короче, я опустился сейчас туда же, и опять я у этих камней. Где-то здесь она. О, я нашел ее. Короче, надо было опуститься туда, только я влево повернул, а надо было направо. О, да. И что это? Это... 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 Рыба-молот? Какой-то, прекратить галлюцинацию, шифт тут быстрее. Я крутой. Это рыба-молот, по-моему. Ой. Сшибись. Я смотрю его еще раз. Охереть. Как все-таки глаза повернуты у рыба-молот. Бред. Ну, окей, в общем, первая лофавора это рыба-молот. Окей. Я думал, что будет какая-нибудь касатка. Может, кит? Не знаю, мало ли. Может быть, всякая. Ну, за нее мало что поделаешь. Даже атаковать, видите? Нигде никого. Ладно, я думаю, можно прекращать галлюцинацию. Ну, пускай, ладно. Так, Е. Ага. Сшибись, Франкли, ну да? Лофавора собрана. Одна из двадцати семи. Спасибо. Так. Мне в лом сейчас искать какой-то транспорт. Поэтому сейчас я, наверное, да, за Майкла переключусь. Попробую за Майкла собрать. Тогда. Как же у меня Майкл круто выглядит вот на этом именно сейве. На том, не знаю, там, наверное, бородка это лишнее для него. Где первый из флотов? Приграл битву. Мват? Погодите, это сообщение с культа Эпсила, но тут такое дело. Я как бы культ Эпсила прошел, но, видимо, сообщения мне продолжают еще идти. Так, сейчас я выйду с киностудии тогда. Где-то здесь выезд. Так. Налево, что ли? Блин, я мог этот крюк не делать, конечно. Ага. Спасибо. Итак, я пойду смотреть, где находится вторая лофофора, а далее я вам маякну. Итак, смотрим. Вторая лофофора находится вот здесь. Вот здесь вот. То есть... Где-то... На земле она, я так понял, находится. Кстати, если кто не понимает, как я нахожу все эти лофофоры, бла-бла-бла. Во-первых, вы, конечно же, можете комментарии оставить, да? То есть, я как бы... Я все комментарии абсолютно читаю. У меня лента никогда не бывает наполнена сообщениями. Вот. Соответственно, помогу. И если вам что-то непонятно, то я все беру с канала GTA Series Videos. Я очень много видео смотрю на этом канале. И, в частности... Правда, это первое по поиску каких-то вещей в GTA. Обычно я пользовался другим каналом. Ну, так вот. И, соответственно, если вы берете... В... Вобьете, господи. Ладно, если вы напишите в адресной строке GTA... Ну, по-английски GTA 5, там, GTA 5. Пьет плэнс. То, по сути, вам выдаст, скорее всего, самое первое видео с этого канала. И в точно таком же порядке, как у меня, здесь собраны будут все лофофоры. Вот. И, как я говорил, думаю, да, трех серий... Трех лофофор для одной части будет достаточно. Соответственно, 3 на 9, 27. То есть, 9 частей у меня будет по сбору лофофоров. Соответственно, на прохождение GTA 5 это никак не повлияет абсолютно. Кстати, я тут проехал немного. Да, на прохождение GTA 5 это никак не повлияет. GTA 5 все равно будет мною пройдено. И, по-моему... Не-не, все нормально. Вот. И, соответственно... Вместе со мной собирайте. Кто еще... Не насобирал даже на пиратке. Кстати, скажу прямо. Я немножко задолбался уже читать комментарии по оригинальному прохождению GTA 5. Просто одни и те же комментарии оставляют люди по поводу того, что... Во-первых, где я скачал. Во-вторых, у меня проблема в такой-то миссии, в такой-то миссии и в такой-то миссии. Я понимаю, откуда все эти проблемы. У меня не пиратская версия GTA 5. У меня лицензионная. Я покупал ее за 2000. С конца января предзаказывал эту игру. Поэтому я уже даже не знаю, как этим людям отвечать. Вроде как и хочется сказать, чтобы потом мозги не драли, так скажем. Ну, с другой стороны, ответить всем все равно не получается. Поэтому приходится терпеть и игнорировать такие сообщения. Кстати, мы приехали. Вот на этой стоянке находится Лафафора. Кстати, какая она будет, я не знаю. Но, судя по всему... Ну, я попробую прикинуть. Даже не знаю. Ну, если бы это была пустыня, я подумал, что может койота или гиена. Ну, не, я даже не знаю какая. Так, где-то здесь она находится. Они, кстати, почему-то у меня слабо подсвечены. Сейчас я вот так вот сделаю, наверное. Так, погодите. Я забыл совершенно. Значит, а здесь была, кстати, мусорка во время этого видеоролика. Короче, где-то здесь находится эта Лафафора. А, блин, я ее просто прошел. Вот она. Шибись. Давай, Майкл. Кем же ты станешь у нас? Это кор... Это корова, что ли? О, боже мой. Что это? Я... Гаммер. О, боже мой. Я всегда любил стейк. Ага, теперь ты сам этот стейк. Я сам стейк. Да-да-да-да, я как раз... Я не стейк. Я человек. Нормальная такая Лафафора. Корова. Ну да, в Индии корова это божество. Да, именно даже не быка, корова. А я могу вниз упасть. Что это? На, блин. А, урона нету. Ну ладно, я набегался за эту корову. Давайте прекратим это. Кстати, еще кое-что. Вот кто сейчас смотрит. О, актер коровы разблокирована. Так вот. Ребята, не спойлерите мне, пожалуйста, по поводу Лафафора. Я хочу сам узнать, что это за остальные 25 животных. У меня остались в качестве Лафафор. Ну че, давайте найдем последнюю на эту часть. И я вернусь через мгновение. Итак, третью Лафафору я решил взять за Тревора. Я, наверное, и буду за трех различных персонажей брать эти Лафафоры все. Поэтому мне пришлось сейчас такси взять и мы поедем в Лос-Сантос. Поэтому пришлось так вот поступить. Окей, погнали. Итак, сейчас я на карте покажу, где она находится. Я еще, кстати, заметил то, что во время второй Лафафоры я был коровой. В видеоролике... Майкл тоже. Он был чопом. То есть, получается, либо в версиях для ПК, ПС-4, ПС-3 разные животные. Ну, то есть в разном порядке. Либо, я не знаю, либо рандом какой-то что ли. Так вот. Нам надо в Лос-Сантос Кастомс. Который находится вот здесь, вот у аэропорта. И вот прямо сейчас я вам покажу, где находится третий Лафафор. Вот сам Лос-Сантос Кастомс. А Лафафора... Она находится вот здесь, вот. Вот где... Не знаю, что это. Конструктор погрузчика. В общем, вот она. Вот она. Оп. Едим. А теперь кто же мы? Эд, кто еще? Это волк, что ли? Это волк, да? Дикий падальщик. А, дикий пес. Ну, волк, да. Нормально. А вот для Тревора это нормальная, кстати, Лафафора. Они не будут вверхать тебя. Никогда. Ты свободен. Ну, собственно, вот. Вот и Лафафора. Тревор стал волком. Самое интересное то, что автомобили-то нас видят. Он встать не может. Кажись, это финал. А, нет, может. Ну, нормально. То есть автомобили все-таки нас видят. То есть нас, получается, вообще видят? Вообще получается. Интересно, а плавать волк может? Сейчас проверим. Думаю, что да. Как только входит в воду, сразу смерть. О, боже. Охеренно. Три из двадцати семи Лафафора собрано. Актер Койот. А, это Койот. Ребята, это Койот был. Блин, я же сказал то, что, скорее всего, Тревор имена вот. Либо где-то в пустыне, либо по-любому Тревор будет Койотом. Или Гиеной. Блин, я волка от Койота не отличил. Ну, ладно. Я думаю, вы меня это просите. Ну что, на этом я хочу закончить первую часть сбора Лафафор в GTA V. Еще восемь частей вас ожидает впереди. Мы соберем с вами еще 24 Лафафоры. Не забывайте подписываться, если вы новые. На канал ставить лайк под это видео. Чтобы ускорить выход следующего. Ну, естественно, не забывайте смотреть прохождение Half-Life 2, GTA V и Payday 2, который в данный момент проходит на канале. Всего доброго.